МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Яна Витренюк. Здравствуйте. Торгово-развлекательные центры и перехватывающие парковки нужно строить на въезде в город, а не в самом сердце Севастополя. Такое мнение о сведении торгового центра возле штаба Черноморского флота высказал депутат законодательного собрания Вячеслав Горелов, комментируя действия правительства. Более того, после изучения ответа от вице-губернатора Севастополя Николая Гордюшина на свой запрос, у парламентария сложилось впечатление, что чиновники вместо того, чтобы сказать «твердое нет», подсказывают застройщику, что нужно сделать для успешной реализации ужасающего проекта. В последнее время правительство Севастополя активно продвигало идею разгрузить центральную часть города от автомобильного трафика. Способствовать этому должна была задумка по переносу административно-деловых зданий на одну из площадок под комплексное развитие территорий на северной стороне. Так жители и туристы могли бы рассматривать исторические и культурные объекты центральной части Севастополя вдали от суеты и шума машин. Однако строительство торгово-развлекательного комплекса с многоуровневой парковкой, информация о котором просочилась в январе, полностью противоречит этой концепции. «Перехватывающие парковки и торгово-развлекательные центры необходимо создавать на точках въезда в город. Там, где люди въезжают в город, вот там перехватывающие парковки нужны. Мы 8 лет назад о таких парковках говорили, даже места их обозначали. За 8 лет ни одной перехватывающей парковки сделаны она не была. Но здесь появляется вдруг идея разместить перехватывающую парковку в центре города. Что она там будет перехватывать? Если это логика следует, которая представлена в этом ответе, то можно площадь Нахимова отдать по застройку. Можно на площади Нахимова сделать торгово-развлекательный центр и поземный паркинг. Ну чем отличается площадь Нахимова от других площадей, других территорий в центре города? Ответ вице-губернатора Николая Гордёшина на запрос Вячеслава Горелого просто поразил парламентариям. В документе явно прослеживается намерение чиновников способствовать возведению торгово-развлекательного центра с многоуровневой парковкой на пустыре между штабом Черноморского флота и Екатерининским сквером. В случае реализации проекта застройщик нарушит приказ Министерства культуры России об историческом поселении. В ответе исполняющего обязанности заместителя губернатора сказано, что для реализации проекта потребуется разработка и принятие комплекса документации, позволяющий обеспечить исполнение требований и ограничений, установленных действующим законодательством. Создается впечатление, что чиновники подсказывают застройщику, как выйти на верный путь. Не нужно рассказывать застройщику о том, что вы там проведите экспертизу, такую-то, такую-то, и всем, чтобы она показала, что это возможно. Потому что как такие экспертизы проводятся, мы все прекрасно понимаем. Застройщик приходит к аттестованным экспертом, аттестованным Министерством культуры экспертом и говорит, мне необходимо реализовать вот такой проект, мне необходимо положить на заключение экспертизы. Сколько это стоит? И вперед. Дальше он берет эту бумажку, написанную непонятно кем, непонятно как, и размахивая ей, говорит, ну вот видите, теперь у меня есть основания это здесь реализовать. Более того, в ответе говорится, ранее, до принятия Севастополя в состав Российской Федерации, вышеуказанный земельный участок был сформирован для строительства 4-5-звездочной гостиницы с конференц-залом. Причем, как дальше следует из документа, вид разрешенного использования противоречит генеральному плану 2005 года. Непонятно кем, когда, на каком основании было принято решение о строительстве гостиницы на этом месте. И в этом документе нет никаких пояснений по этому поводу. И непонятно, каким нормативным правовым актом это решение было утверждено. Это первое, что возникает. Почему, собственно говоря, в украинские годы кем-то было принято решение, противоречившее генеральному плану 2005 года, и это решение мы считаем правомерным. При этом я хочу сказать, что очень многие граждане обращаются в ДИЗО, обращаются в Департамент архитектуры, и им отказывают на том простом основании, что их обращение не соответствует генеральному плану 2005 года. Я таких писем видел сотни. Построить на этом месте многоуровневую парковку было решено в 2017 году. Тогда правительство города заключило с застройщиком мировое соглашение, срок действия которого истек два года назад. Девелопер свое право не реализовал, а власть не изъяли участок через суд, сетует Вячеслав Горелов. Теперь же чиновники надеются рассмотреть проект строительства торгового центра на общественных слушаниях, которые ни на что не повлияют, убежден депутат. Мы все прекрасно понимаем, как проходят такие слушания. Мы это видели по мысу Хрустальному. Проходят слушания, люди высказываются, потом говорят, вы знаете, ваше мнение здесь не может быть учтено, потому что вы не являетесь правоплодателем земельного участка, который находится в проектируемой зоне, в зоне проектирования. Поэтому, извините, до свидания. А вот мнение того, чей участок находится в зоне проектирования, мы учитываем, ясно, что это мнение будет положительным. По сути дела, вместо того, чтобы сказать, твердое нет этому проекту, здесь в этом письме рассказывают, какие действия надо предприять для того, чтобы проект состоялся. Также в ответе Николая Гордюшина сообщается о намерении вынести инвестиционный проект на рассмотрение градостроительного и архитектурно-художественного советов. Об этом же говорил и губернатор Севастополя в интервью нашему телеканалу. Придут инвесторы понятным установленным порядком на архитектурном совете, покажут нам его, расскажут все преимущества и недостатки, оценим, примем решение. Вы думаете, там может быть какое-то иное решение, кроме как нет? Ну, еще раз говорю, надо посмотреть проект изначально. Ну, картинки видели все. Я думаю, вы тоже видели, Михаил Ильич. Я еще раз говорю, вот функциональность заключается в чем? Действительно, у нас сейчас там есть вот кусок земли, который используется под парковку. Который город хотел использовать и дальше использовать как парковку. Ну, предлагается увеличить количество парковочных мест как минимум в два раза. За счет появления торговых объектов еще и весьма спорной стилизации. Вот это вот как раз предмет обсуждения. Однако опасение, что мнение архитекторов и профильных специалистов, скорее всего, не учтут, остается. Крадостроительный совет почти полностью сформированный из тех лиц, которые подчиняются губернатору города Севастополя. Мне трудно себе представить, что кто-то из них придет и скажет, нет, я не согласен с предложением губернатора, я против этого проекта. Такого не будет. Но и другая история. Архитектурно-художный совет. Допустим, архитектурно-художный совет сказал, этому проекту не бывать. И что скажут нам, опять-таки, в ответ? Решение архитектурно-художный совет носит рекомендательный характер. Вячеслав Горелов намерен бороться за сохранение исторического облика Центра Севастополя. Поэтому депутат готовит обращение в администрацию президента, полномочное представительство главы государства, Министерство обороны, Министерство культуры, прокуратуру и командующему Черноморским флотом. Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, Севинформбюро. 5 апреля на очередном заседании регионального штаба по поддержанию экономической стабильности правительство Севастополя утвердило ряд новых мер помощи местным предпринимателям. Наиболее пострадавшими сферами были признаны сельское хозяйство, рыболовство, производство и туристический бизнес. Мы предлагаем сделать аналогичные условия по продлению сроков оплаты по упрощенной налоговой системе, которую я ранее объявлял. Также продление сроков оплаты для субъектов МСП до 31 августа. Это по авансовым платежам по налогу на имущество, по земельному налогу и транспортному налогу за первый квартал. И на 4 месяца это по патенту единому сельхозналогу. С 1 апреля по 30 июня будет введена срочка оплаты по договорам аренды имущества города. Еще одна мера включает в себя новые продукты и ранжирование процентных ставок по займам, предоставляемым Государственным фондом микрофинансирования. Сейчас уже действует у нас для широкого перечня из наших перечня пострадавших отраслей, это микрозайм половины ключевой ставки. При этом, если основное КВД-субъект относится к перечню пострадавших, то до 3 миллионов можно получить по ставке 1% на срок до 12 месяцев. И, конечно, очень популярный был следующий займ, это для четырех целей. Оплата аренды, оплата коммунальных платежей по аренде, выплата заработной платы, оплата налогов и сборов по заработной плате. Также по поручению губернатора летние кафе с 1 января и до 1 июня будут освобождены от платежей за открытые площадки. Всего в городе 142 таких объекта. Если сезон открывается полноценно к июню, значит, там, соответственно, уже когда, собственно, будет заработок, тогда вернемся к этой оплате. Если там какие-то по сезону вдруг будут пессимистичные прогнозы сбудутся, хотя мы, конечно, на это не рассчитываем, мы надеемся все-таки на полноценный сезон, тогда будем отдельно это обсуждать. Кроме того, вице-губернатор Мария Литовка предложила новую меру поддержки для предприятий, которые занимаются импортозамещением. Таким организациям могут установить арендную плату в размере одного рубля. Еще один российский банк намерен начать работу в Крыму. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. Он отметил, формат работы банка на полуострове находится на стадии обсуждения. Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Безусловно, Крым – это наша территория, и мы будем работать там. Ну, в какой форме это инвестиционная деятельность? Там сегодня создана достаточно эффективная система, и банк РНКБ работает. Поэтому, конечно, все эти связи будем налаживать, развивать. Мне кажется, сейчас очень важно инвестиции привлечь больше в Крым, прежде всего в индустрию отдыха, безусловно. И, конечно, мы об этом думаем, работаем над этим. Напомним, один из крупнейших отечественных банков ВТБ попал под санкции стран Запада из-за проведения специальной военной операции на Украине. А накануне восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент страны Владимир Путин заявил, что у бизнеса теперь есть все условия, чтобы начать полноценную работу на полуострове. Первым был анонсирован заход в регион Промсвязьбанка. Он начал предоставлять услуги крымчанам 4 апреля, правда пока в отделениях материковой части страны, ближайшие из которых расположены в Краснодарском крае. В Крыму силовики раскрыли целую сеть подпольных казино. Об этом сообщила пресс-служба местного управления Следственного комитета России. Установлено, что с июня прошлого года преступная группа организовала работу шести подпольных клубов, расположенных на территории Симферополя, Ялты и Керчи. Оперативными сотрудниками УФСБ России по республике Крым и Севастополю при содействии коллег из МВД была проведена спецоперация, включающая в себя обыски в игровых заведениях, а также по местам проживания подозреваемых. В настоящее время фигурантами по уголовному делу проходят 24 жителей Кемеровской области. Это один основной организатор, трое его ближайших помощников, администраторы игровых залов и охранники. В рамках следствия проведены обыски в игровых помещениях и по местам жительства фигурантов уголовных дел. Изъято игровое оборудование, финансовая документация, денежные средства и рекламные листовки. По ходатайству следователя, двоим основным организаторам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 6 лет с крупным штрафом. В Севастополе задержаны двое мужчин, подозреваемых в умышленной порче имущества. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Местные жители прокалывали шины легковых автомобилей, на которых был изображен символ Z. Достоверность этой информации подтвердил нашим коллегам из интернет-портала «Форпост» источник из силового ведомства. Мужчин задержали сотрудники региональных отделений ФСБ и МВД. В ходе обысков по адресам их проживания нашими сотрудниками изъяты предполагаемые орудия преступления – ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. Кроме того, полицейские обнаружили смартфоны подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Государственная ветеринарная служба провела весеннюю проверку пасек Севастополя. Это происходит ежегодно. Такие действия направлены на выявление инфекционных заболеваний у пчел. За прошлый год ветеринарами было проверено более 50 пасек. Ни одна из них не отправлена на карантин. Государственная ветеринарная служба Севастополя проверила пчеловодные хозяйства в городе и его окрестностях. Оценка состояния пасек проводится каждой весной. Именно в это время года начинается лед пчел. Ветеринары берут пробы и проводят лабораторные исследования на наличие инфекционных заболеваний. По словам аграриев, определить больных пчел можно и без результатов анализов. Такие насекомые выглядят слабыми, с опущенными крыльями. Однако Севастополь со своей теплой погодой является благоприятным местом для пчел. За последние годы ветеринарной службы в регионе не выявлено ни одного инфекционного заболевания. Ежегодно весной Государственная ветеринарная служба проводит обследование пасек на наличие инфекционных инвазионных заболеваний, а также соответствие ветеринарным нормам содержания пчел, содержания разведения пчел. Проводятся диагностические мероприятия, направленные на обеспечение эпизодического ветеринарного санитарного благополучия пасеки. Лабораторные исследования проводятся в течение нескольких дней, после чего владелец пасеки получает специальный паспорт, который является основным документом для выезда на медосбор. Однако, если у насекомых есть какие-либо заболевания, ветеринарная служба закрывает всё хозяйство на карантин на год. Мёд, полученный от больных пчел, для людей не носит никакой опасности, но для других насекомых сравним с вирусом. Однако, потери среди обитателей пасеки могут быть вызваны не только инфекциями, с чем столкнулся владелец этого хозяйства в районе села Родное. В прошлом году здесь умерло 180 пчел. И как бы причины, так сказать, глобальные мы так и не нашли. И ветеринарную службу подключали, всех подключали, и как бы всё сошлись мы на том, что погода посодействовала на пчел. Подготовка к новому сезону опыления началась ещё в середине марта, а уже к концу мая появится и мёд. Изначально Сергей Кононов начинал всего лишь с 20 ульев. Сейчас их число выросло в 10 раз. А в планах у владельца пасеки развитие до 1000 пчел и семей и уже после этого выходить на рынок продаж. Занимаюсь 4 года, полных 4 года, а семей на сегодняшний день насчитывается 200. Если бы не падёшь в то году, так как я планировал в этом году, уже должно было быть 500. Но так как у нас падёшь, опять же начинаем всё снова. В принципе, развитие на сегодняшний день пошло. Матки сеют. Развитие пчела уже взяла. Пельца пошла уже. Увеличить производство до 3000 килограмм мёда фермеру помог выделенный грант на приобретение 130 ульев. Правительством Севастополя на этот год предусмотрены субсидии на сумму 300 тысяч рублей для поддержки пчеловодства в регионе. И на сегодняшний день желающие заниматься развитием пчеловодства, пополнить свою материально-техническую базу, приобрести оборудование, необходимое для переработки мёда. То есть могут подать необходимые документы. В Департамент сельского хозяйства на сегодняшний день открыт приём заявочных документаций. С 2018 года на поддержку пчеловодства из бюджета города было выделено около 1 миллиона рублей. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка также оказывает помощь в подготовке документов для подачи заявки на субсидии. Алина Рогожина, Юрий Реутин, Севинформбюро. И в завершении выпуска спортивная новость. Разбитая Таврия. Футбольный клуб «Севастополь» разгромно выиграл в крымском дерби. Принципиальные соперники борются друг с другом в этом сезоне за победу в чемпионате. Чуть более выгодное положение в турнирной таблице у симферопольцев. Но субботним вечером моряки не оставили камня на камне ТСК «Таврии». Севастопольцы доминировали на поле центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым. Более известного как стадион «Локомотив» со старта матча. Трансформировать игровое преимущество в гол удалось в середине первого тайма. На сильный фланговый навес откликнулся Антон Галенков, который, выскочив из-за спин защитников, замкнул подачу. Более осмысленная комбинация моряков на 37-й минуте привела ко второму голу. Матвея Гойганова забыли в центре штрафной, и тот буквально вколотил мяч в ворота хозяев тоже головой. Едва команды вернулись на поле после перерыва, севастопольцы отличились в третий раз. Редван Османов убежал один на один с голкипером и переиграл своего визави. А довершил разгром ТСК «Таврии» на 71-й минуте Матвей Гойганов. После подачи с углового он оформил дубль, снова забив головой. Был у симферопольцев шанс отквитать один мяч, когда арбитр встречу указал на точку после игры рукой в штрафной моряков. Но вратарь и капитан нашей команды Сергей Науменко вышел из футбольной дуэли победителем, отразив пенальти. 0-4 – крупная и заслуженная победа моряков над принципиальным соперником. Свой лучший футбол этой весной на данный момент подопечный Станислава Гузекевича продемонстрировали не на родном стадионе, в очередной раз напомнив, насколько важен качественный газон для яркой игры. «Хорошее поле, но всегда приятно играть на нем. Опять же скажу, что на таком поле мы показываем то, что мы прививаем. Да, были там у нас некоторые моменты, но в целом я доволен тем конструктивом, который мы создавали, как мы перемещались, как мы двигались, как мы вскрывали оборону соперника. Ну и, соответственно, забитые голы. Мы на данном этапе просто качественно выполнили свою работу, от которой получаем удовольствие. У нас еще впереди куча игр, чемпионат в разгаре». Почевать на лаврах морякам не приходится. Наша команда смогла опередить ТСК «Таврию» на два очка, но симферопольцы имеют одну игру в запасе. Свой ближайший матч с Севастополь проведет дома. 9 апреля на главной городской арене моряки примут Бахчисарайский Козелташ. Начало встречи в 16.00. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинформбюро». Телефон редакции городской 59-0060, а также мобильный плюс 7-978-931-31. Уточните информацию или оставите свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Хорошего настроения и добрых свершений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова